ну вот всем доброй ночи вернее но сейчас у меня у вас может быть любое время суток день вечер у нас с вами снова вновь выпуск посвященный бабочкам москвы и подмосковье в основном ночные бабочки нас попадаются очень часто но может быть связано с тем что я с работой на дачу приезжаю в основном конечно в ночь после пробок московских когда 4 часа едешь до дачи на вот приезжаешь попил чай вышел подышать воздуху насладиться тишиной природы и вот тут как раз ждет тебя ночной гость так это супер бабочка смотрите а что интересного у нас сегодняшнем экземпляре до которых нам вот залетел что называется на нашу театральную подмоску него крылышки имеют коричневый окрас да вот с такими вот волнистыми линиями черными но вот не знаю видном или нет вот где у него голова да вот где головогрудь вот тот сегмент туловище того тот сегмент спины вот там у бабочки не знаю камеры передает или нет попробуем сейчас еще немножко приблизить но лучше нельзя вот у него типа шерсти типа меха вот такого знаете это вот такое как коричневый такая от него область до мотылька он это мотылек бабочка это она естественно но у нас сегодня вот ночной такой мотылек ночная бабочка вот видите эту область коричневая когда мне сейчас вот смотришь да вот просто без экрана смартфона то действительно она как будто вот знаете сделано из такого мягкого мягкого такого пуха то есть это вот его пушка такого да вот забавное у нас сегодня бабочка на обзоре вот вот видите мне как будто такое пение перевоя вот на спинке причем цвет цвет он такой не коричневым больше такой рыжеватый он такой как бы золотисто рыжеватый мы с вами прекрасно уже помним тот факт что цветовая гамма крыла да у мотылька может немножко меняться если мы будем под разными углами освещать его крылышки но вот здесь кстати это заметно не очень сильно хотя хотя вот тут такое проявляется да какой-то такой вот золотистый такой скрытый оттенок там типа таких полос вертикальных да вот на крыльях когда мы немножко меняем угол и отдаляем немножко фонарь то цветовая гамма крыльев становится чуть другой кстати говоря вот темные полоски приобретают более такой выраженный характер но вот не могу сказать честно что мы сейчас наблюдаем вот но бабочка конечно красивая красивая бабочка это московский мотылек ночной сейчас наверно где-то полночи может или 1 час ночи вот вот такой вот интересный у нас сегодня представитель мира ночных бабочек да вот видите мы немножко зашли с другого угла то есть против одни по часовой стрелке немножко так вот обошли мотылька да вот фонариком телефона и вот они стали проявляться вертикальные полоски такие да вот такие золотистые цветовой гамме крыла в общем тоже интересный факт на самом деле мы с вами поможи проводили такие эксперименты с тремя представителями мира ночных мотыльков это был у нас ночная совка до помыражник языка и вот сейчас такой интересный мотылек причем рельеф на такой золотистый рельеф на крыльях каждый из бабочек он в общем то имеет свой такой определенный характер и повторений ну я во всяком случае не могу вспомнить что у тебя будут были такие дубли как бы да то есть чтобы одна бабочка своим рельефом таким скрытным да вот который видно при сменении угла освещенности копировала крыло другой вот ну а для тех кто верит в приметы да про мотыльков то принципе как бы сидит бабочка на окне она не коричневая не черная она не бьется спокойно сидит кстати рассветка не такая рыжевата золотистая на такая классная вот мне кажется это хороший знак такие у нас сегодня забавные животные в гостях но больше вот я здесь никого не вижу вот учет и мелкой такой сидит на окошке да ладно не будем бабочки мешать проводить время на ночную можно тоже отдыхает вот не забывайте подписаться наш канал значит канал трилобит видео пожалуйста не забывайте внимание там сейчас пытаюсь пройти заявку на монетизацию поэтому нужны ваши просмотры оценки рецензии даже дизлайки в любом случае любая такая ваша активность на канале трилобит видео будет то действительно полезно полезно вот так что вот так подписываемся пишем комментарии лайки дизлайки все с вас всем привет до новых встреч пока